2017 год подходит к концу. В конце декабря по традиции принято подводить итоги. Для этого съемочная группа вышла на улицы города с вопросом, какие события стали самыми важными и запоминающимися для Каннска. Обалденный мост построили через реку Иванка. То есть там кардинально поменялось сразу все. И движение, что еще. По дорогам. Я как бы автомобилист, я ближе к дорогам. Вы дыма на последние пять лет офигенную дорогу сделали. Да много где по Каннску поменялось. То есть ездить невозможно было. Сейчас как бы можно спокойно уже проехать на любых машинах. Я как житель района Текстилки, возле меня сразу сидели три общежития. Меня это очень даже обрадовало. Ну, как всегда, не доделали. Мусор не до конца вывезли. Я бы пожелал в следующем году, чтобы навели там порядок. А так я вот этим я доволен. Долгие годы дороги Каннска находились в неудовлетворительном состоянии. Благодаря увеличению финансирования в последние годы у автомобилистов появилась возможность наслаждаться новым дорожным покрытием в разных частях города. На этих кадрах вы видите, как укладывают асфальт около гостиницы «Юг». Здесь заменили 3000 квадратных метров полотна. Помимо улицы 40 лет Октября, в порядок привели и дорожное покрытие на Московском тракте. Ямочный ремонт произведен на перекрестке улиц Шабалина, Окружной и Гаражный. Напомним, с 2013 года Каннск принимал участие в программе переселения из ветхого и аварийного жилья. За пять лет было построено 8 многоквартирных домов. Расселено 649 аварийных дома. Новое жилье получили 1639 человек. А с 2015 года в городе стали обустраивать новые детские площадки. Появились они в рамках пилотного проекта «При дворовые территории». Общие же субсидии 2017 года составили 258,5 миллионов рублей. Все эти средства пошли на реализацию многих значимых для города программ, среди которых субсидии бюджетом на поддержку государственных программ субъектов и муниципальных программ формирования современной городской среды и субсидии бюджетом на поддержку обустройства мест массового отдыха населения и городских парков.